1, 2, 3, 4 Итак, что мы имеем? Акустическая система 4-полосная Сопротивление 6 Ом Чувствительность 91 дБ Номинальная мощность 60 Вт Вес каждой колонки 84 кг И диапазон воспроизводимых частот 23 Гц 80 кГц Высокочастотник выполнен из чистого бора Значение скорости звука которого в 5 раз больше, чем у титана Сложность производства заключается в том, что температура плавления бора 2450 градусов по Цельсию Чтобы выгнуть его в сферическую форму, используется такая специальная форма, на которой он напыляется В плазменной камере при температуре 15000 градусов Цельсия Вот, значит, там он напыляется на вот эту специальную форму И потом резко как каким-то там макаром запекается Среднечастотник также выполнен из чистого бора, насколько я понял Или, может быть, бора на пыление титана Может быть, я тут не разобрался Не могу сказать Мидбас Выполняет функцию средних и низких частот Вот, он 18 сантиметров Вот И низкочастотник у нас из суперарамида Он 32 сантиметра Тоже, что удивительно Давай, Ваня, откроем гриль у твоих этих самых Просто По поводу Ви-пятитысячных По поводу Ви-пятитысячных То есть, смотрим по технологиям Я посмотрел, да? Смотри, значит, у нас этот самый высокочастотник, да? Бор-титан Это чистый бор Это чистый бор Супер-твиттер, они, по-моему, до 40 килограмм 80 Это чистый бор, выдутый Я посмотрел, я специально выдутый И средний То есть, чистый бор Технология, да? Технология какая-то космическая Смотрите сюда Это пятерка Кто он из пятерки? Это вот пятерка, понимаете? Вот она Вся полностью Вот крышка, это пятерка Здесь демпфер Вот между ним и здесь есть демпфер Да, вот, кстати, вот именно, да Я же, я же, я же, я же чё? Вы смотрите, они полностью Полностью глухие Кто где? Ну, найдите Покажите мне Другой компании современной Которая делает сейчас из пятерки Ну, кто делает? Вот берем Harbit Танюсенькая этот Они говорят, что у них корпуса играют Окей, ладно, берем Корпуса не играют Еще раз говорю Вот, Серега, вот твое мнение Корпуса играют В акустике корпуса не должны играть Правильно? Ну, тут вопрос Минуточку В моем мнении Хорошо, я Harbit Ты не слышал вживую Собирался их привезти Не привез Но, если корпус будет играть Это даст жанровость Возможно, он будет играть Какую-то акустическую гитару Условно, да? Он не сыграет другие То есть, это путь к жанровости Играющий корпус Что-то он будет играть хорошо Что-то он будет не играть Касаемо Диатона Я хотел сказать свое мнение Дальше Aramid Сейчас, сейчас, Ваня, подожди Если зайти посмотреть на аукционах Они уходят несколько Несколько дороже, допустим, JBL 43, 43, 43, 44 То есть, это как минимум Вот, что интересно опять, да? Ваня, посидел на JBL На трех разных Да, и потом В лоб сравнили с 43, 43 Они здесь стояли Они здесь стояли Подключены к этому усилителю Вот есть видео Вот они двоем стояли Мы переключателям их слушали В реальном времени Не один час То есть, вот этот выбор Который мы сделали Мы сделали осознанно А, смотри, да А я почему По 43, 43, да? По-моему, да? Короче, я знаю Есть какой-то Этот самый Джазовый Вот, типа, фестиваль Да? Вот, типа, вот Какие-то фестивали Там офигенные Джазовые музыканты играют Да? Короче Там на мониторах У них стоят Вот эти То ли 43, 43 То ли 43, 44 То есть JBL-ы там стоят На мониторах Да, офигеть Там такие какие-то Там эти, да? Это считаешь Что это высокий уровень Правильно? Нет, ну Давайте сразу еще Вот какие акценты расставим Это акустика Для аудиофилов Это акустика Профиль на домашний Вот, на домашний Это профессиональный инструмент Как перфоратор Ну, да, наверное, да То есть У вас есть машина Для поездок Гран-туризма Да А есть у вас Машина КамАЗ То есть На кабриолете Тоже можно песок везти Ну, зачем? В общем Мы приходим к тому Что это универсальный инструмент Для человека Не то, что ты Когда создаешь Акустические условия Да, специальные Да И JBL-ы Как мониторы Используются Там комнату Специально стоят Какие-то экраны Там стоят Вообще Офигеть Я там смотрел Такая Ну, там, да Там даже на этом Смотришь на Ютубе Звук звука Ну, конечно Думаешь, нифига Нет, JBL-ы Опять-таки JBL-у рознь У них есть И домашняя линейка У них есть И домашняя линейка Просто вопрос Опять же Вкусовщины Кому-то Что-то нравится Но По цене По цене Это уровень Верхний JBL-ы Нет, ну мы Какой вопрос К цене Вот Смотри По вопросу Да Смотри По технологиям Короче По технологиям Да Я Просто Я Там Выложил Да У меня там По комментариям Говорят Типа Блин Дай Японцы Херня Типа Херня Технологии Блин Какие-то Как Может быть Колонки Какого-то Хрен знает Там Восьмидесятых Годов Да Хотя Это Восьмидесятый Да Это Я считаю Девяностых Играет Там Никаких Технологий Не было Я такой Залез Посмотрел Думал Ни хрена себе Вот Этот Вот Это Чтобы Бор Выйду Да Нужна Температура 15 градусов Цельсия Чтобы Ему Придаст Сферическую Форму Юхарный Бабай Это Кто Делает Где Сейчас Вот Скажем Да По Этим Верхний Частотник И там Говорят Типа И все Вот Это Все Фокаль Фокаль Эти Самые Сейчас По поводу Фокаль Типа Там Это Самый Там Там У них Берили Да Охренеть Ты что Блин Там Тролевали Вот В этой Самой Комнате Мы Слушали Фокалы Какая Она Была Скала Утопия Да Да Если По ним Заходили Они бы Здесь Стояли Это Я вам Точно Говорят Мы Здесь Нету По всему Городу Таскали Вот Вот Когда 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 Да Вот Вы Мне Говорили Да Я Еще Потом Переспросил Да Я Думаю Скала Утопия Посмотрел Да Сейчас Цена Да Там Другая Вот Их Следующая 55 тысяч Баксов Они стоят Вот Эта Хрень Стоит 55 тысяч Баксов Ваня А мы Блин С Серегой Весь Город Объездили Мы Не знали Куда Их Засунуть И с чем Они Играют Со Всеми Вот 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 Тебе И Факаль Ок Берилий Ладно За Сколько лет До Этих Факалий У меня Были Ямахи 73 Года Старт Тысячная Первый Монитор Ямаховский Да Нет Причем Там Берилий По-моему Был И в Среднике Тоже А здесь Сделали Твиттер Дюймовый Твиттер Берилием И Говорят Нет Я Не хочу Сказать Что Японцы Это Единственный Путь Но Мы Ж Вот Сколько Лет Перетягиваем Этот Канат Туда Сюда На Европейцев Он У нас Меридианы И На Американцев Есть И у тех И у тех Играющие Вещи Вот Сейчас Мы Открываем Для себя Старую Японию Она Играет Правильно Да Да Ну Это Вот О чем Речь Опять Старая Япония Как Она Должна Звучать Так Вот Опять Но Мы Прошлые Наша Прослушка Все Таки Сказали Там Все Таки Этот Лаксман Он Жанровый Все Таки Жанровый Все Таки Они Почти Все Равно Все Понятно Но Все Равно Скажем Все Равно Как бы Там Оно Не Было Как Ванька Сказал Да Ну Нафиг Вот Эту Хрень Мне Вот Мне Этот Лаксман Ставим Как Хрен Знает Как Цена Зато Он Играет Дело Женец Не Да Он Поет Вот Так Вот И опять По Технологиям Да Вот Ты Сказал Как Ты Говоришь Да Вот Тебе Вот Это Вот Это Вот Опять Ж Эти Вот Кубики Вот Эти До Подставки Блин Ух ты Й Да Там Демпфер Ставит Корроч Да Погнали Дальше Смотри По Низкочастотникам Чего Здесь Не Арамид А Супер Арамид Агаса Арамид Да Я Почему Я Сказал Хотел Узнать Что такое Арамид У меня Жена Она Инженер Вот Она Всю Жизнь Работает На Заводе В Алмате Есть Заводы Пацаны Честно Вот Короче Вся Вот Это Вот В основном Они Занимаются Ремонтом Этих Самых Двигателей Вот От таких Маленьких Да Там Пяти Киловат Ников До Хрен Там Знает Каких Там Вот Такие Реально Там Там Что В двигателе Это Катушка То есть Там Идет Намотка Там Идет Все Прокладки Идут Арамидные Вот Она Говорит Что Арамидные Я Думала Что Это Бумага Но Реально Да Это Полимер У Которых Он Короче С Всеми Как Это Называется Свойствами Бумажными Да То есть Он По идее Даже И звучит Как Бумага А Реально Да Он Смотри Оказаться Он Оказаться Легче Чем Кросскарбон Да По моему Раза в три А Карбоновые Считали Самые Когда Они Начали Делать Они Легкие Они Там Басы Дают Тролливали Это Что Не Технологии Что Ну Технологии По моему Не Карбон А Кевлар Нет 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 Карбон Вообще Я Насколько Изучал Арамид Это Вид Кевлар Нет Арамид Да Нет Я Говорю А Еще Я Я имею Он Легче Карбона Это Самый Да Он Легче Вот Супер Арамид Вот А вообще У него Свойство Бумага Но Только Он Черт Знает Какой Тепло Стойкий Теплоплавкий Короче И Всякое Разные Пути Есть Достижение Одного И того Же Результата Но Но Основная Проблема На самом Деле В том Что Есть Еще И Такой Момент Как Габариты Акустики То Есть Полно Всяких Старых Американских Колонок Да и не только Американских Которые Там 40-х Или 50-х Годов Которые Вполне Отлично Играют Но Они При этом Огромные Получаются Ну Да То есть У нас Сейчас Вопрос Стоит В том Чтобы Засунуть Это В небольшое Помещение То есть Опять же Без Разговора И Отталкивания От Помещения Мы Про Акустику Говорить Не Должны У Японцев Есть Своя Тема У них Небольшие Помещения Все Колонки Даже Огромные Они Делают Для Маленьких Помещений В основной В своей Массе Потому Что Даже Богатые Люди Там Настолько Стеснены Они Хотят Большие Колонки Но В ближнем Поле Мы Здесь Сидим В ближнем Поле Пора Упящие Не Нужны Они Не Нужны А Там С 5 Метров Они Нужны Уже Вот Такие Динамики Вот Вы Вот Так Поставьте Ваня Когда Поставит И Может Он Вернется К этой Ростановке Потому Что Туда Будут Не Добивать Вот Не Добивать Будут И Все Нужно Поставьте 50 квадратов Они Потеряются Эти Колонки Ну Не Знаю Может Вполне Возможно Не Знаю Ну В принципе Тогда Может Усилитель Чуть Помощнее Ну И Что Потеряются Все Я думаю Что Потеряются Ну Можно Ладно Вань Давай Переезжай В 50 квадратов Будем проверять Следующий 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 Шаг Переезд На 50 Квадратов Ну Вот Просто Потому Что Как-то Мы Так Эту Тему Затронули Да Я Так Думаю Да Там Эти Пятитысячники Кстати Это Самый Вася Продавал У него Были Пятитысячные Стандартные Там 40 Басовик И Фазик И Фазомертер Да Что Нам Не Нравилось Его Акустики Но Она К сожалению Была Не В Оригинале Арамидные Средники Были Заменены На По-моему Алюминий Я Точно Не буду Врать Но Они Были Менены То Есть Может Быть Акустика Была Неправильно Сведена Но Там Доминировал Бас И Вот Этот Фазоинвертор Глубнящий Бас То Есть Там Была Большая Проблема Естественно Середина И Есть Европейцы В закрытом Ящике Вот Тангок Монитор Почему Нет Ну Это Опять же Профессиональная Акустика Определенного Года Да И Она Допустим Не зеркальная То есть У них Динамики Расположены Одинаково В ближнем Поле Это Влияет На сцену На восприятие На образы Оно Смазано Сдвинуто Начали За технологией Да За технологией Да Короче Да И я Так понимаю Да Смотри Значит Вот Я к чему Пришел Да Скажем Тот же Самый Вот Это Вот Ты Сказал Что Акустика Она Делается Там Для Это Универсальная Акустика И для Прослушивания Дома Домашняя Да Вот Но Что здесь Делается То есть Приблизительно Те сделали Во сколько Она тебе Обошлась А не так Как У Фокаль Да Фокаль Утопия Сделали Обошлась Она Хрен знает Там Скажем В 5 тысяч Евро 50 Слупили Сверху Какую-то Фигню Там Понаписали Так же Извините А дизайнеру Заплатить Надо Вы видели У них Какой дизайн Ну да А вы знаете Дизайн дорого Стоит Надо заплатить Они К айфону Подходят Беленькому Ну да А и К этому Если у тебя Квартира Этот Самый У тебя В стиле Людовика 13 Белая Белая Тогда Ништяк Там Она Смотрится На вся Акустика Сейчас Дорогая Европейская На тех же Тадовских Японских Динамиков Половина Германии Строится Тидаль Чезара Они все На Тадах Допустим Строятся Это немецкие Ковну Как так-то Это же Не кошерно То есть Я не Бился на аудио Опять же Тады Это Америка Ну вот Короче Ну просто Опять К этому Ладно Хорошо Самое главное Мне понравилось Ваня сказал Если бы Она бы играла Она бы стояла Тут Это самое главное Потому что мы ее притащили Радостные Что мы наконец Сейчас Купим Нам Услышим Да Услышим И ничего Это был такой же Такой же Контраст Как вот Компанит То же самое Да Компанит 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 Продолжение следует...